Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Алена Савкина и Илья Яббаров снова вместе. Девушка написала, люблю его и ничего с этим не могу поделать. И не важно кто что думает, мой океан, мое море. Тата Блюменкранц поделилась радостной новостью. Ее нос не сломан, операция не нужна, но следует быть осторожнее. На посту ведущего Острова любви Андрея Черкасова сменила Ольга Орлова. Она уже на Сейшелах и приступила к своим обязанностям. После расставания с Захаром Соленко Валерия Фрост не отказывает себе в общении с молодыми людьми. Знаки внимания Лере оказывает олимпийский чемпион хоккеист Кирилл Капризов. «Мы хорошо общаемся с Кириллом», объяснила Лера. «Были знакомы еще до того, как я пришла на проект». Хоккеист даже приглашал меня на один из своих матчей, но я так и не успела посетить игру, потому что во второй раз стала участницей Дома 2. Пока была в отношениях с Захаром об общении с другими мужчинами, пусть даже дружеском, я думать не могла. А сейчас мы с Капризовым снова стали переписываться. Я поздравила его после победы на Олимпийских играх. Теперь продолжаем поддерживать связь. Мы легко находим общий язык и отлично ладим. Илья Яббаров демонстрирует в сети, что выплачивает задолженность по алиментам. Скорее всего Илья собирается на Сейшелы в скором времени. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. У Александра Гобозова проблема с алкоголем. Напомню, что еще до возвращения на проект Саша давал интервью, в котором сообщил, что полностью отказался от этой вредной привычки и не пьет уже как минимум год. Однако сейчас на Сейшелах Саша без ограничений употребляет алкоголь. Ивана Дилова заявила, что именно эта зависимость Саши стала главной причиной их расставания. Мужчина никогда не прекращал пить, а проект только усугубил ситуацию. Из-за алкоголя разрушился первый брак Гобозова, а сейчас Дилова также поставила точку в отношениях с ним из-за спиртного. Интересная новость с сайта шлок. Юлия Ефременкова и Сергей Кучеров расстались. Причина их разрыва в том, что Кучеров в отпуске поставил несколько лайков левым телкам. Это фраза Юли. Ефременковой нужно просто отобрать все гаджеты у Сережи и отключить интернет. Тогда проблем в отношениях не будет. Валерия Фрост рассказала, как чайчиц изменил триандафи Лидии. Леша никогда не был верен Лидии и при любом удобном случае ложился в постель с обеспеченными женщинами. Перед Новым годом мы с Лешей сидели вместе в кафе, вспоминает Лера. Чайчиц был на выходном и на тот момент уже встречался с триандафи Лидии. Он показывал нам фото девушек, с которыми близко общается, причем все они довольно обеспеченные. В тот вечер он делал выбор между тремя барышнями и думал с кем провести ночь. В итоге поехал в отель к взрослой бизнесвумен из Лондона. Несмотря на то, что она старше его почти в два раза, выглядит женщина шикарно и фору триандафи Лидии даст точно. Я уверена, что у чайчиц таких еще много. Фрост не сомневается, что у бывшего участника дома 2 нет никаких чувств к Лидии. Все посты, которые он писал о неземной любви к ней полная чушь, заявляет Лера. Когда я спрашивала, зачем Леша вернулся к девушке с не самой лучшей репутацией, он ответил, что это просто выгодный вариант. Все-таки триандафи Лидии была опытная участница, поэтому с ней удобно было быть на проекте. Уверена, о какой-то любви здесь говорить просто глупо, он обычный эскортный мальчик. Это были все новости на сегодня! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал! Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро! Субтитры сделал DimaTorzok